Здравствуйте все, кто по ту сторону экрана. С вами первоапрельский выпуск программы Репортер и я ее серьезный ведущий Алексей Коноплев. Шутки ради расскажу вам, чем жила Самара прошлую мартовскую неделю. Поехали! Нечеловеческий конкурс. Самарские охотники заиграли на все лады. Репортер выяснил, у кого манок круче и как привлечь внимание не только пернатых. Собачья жизнь. Хорошей собаки должно быть много, даже если ее вес почти центнер. Репортер нашел самую упитанную дворнягу Самары. 100 самарских танцоров зажгли на столичной сцене. Чем закончилось для наших артистов шоу и что осталось за кулисами, репортер выяснил. Прошу внимания, вот мы и дождались весны. На этой неделе грядет глобальное потепление, а значит резко начнут таять снега и некоторые населенные пункты могут частично уйти под воду. Уже сейчас в селе Мосты считают, что паводок у них в самом разгаре. Репортер отправился на границу с Саратовской областью и выяснил, чего больше всего боятся местные жители и почему даже в такой серьезной ситуации они не теряют чувство юмора. Ирония судьбы, но село Мосты собственно мостами похвастаться не может. Вместо переправы, которая связывала три села, сейчас разлилось озеро. Каждую весну соседи едут друг к другу в гости на катере, а по-другому никак. Около переправы день и ночь дежурят местные жители, напряженно следят за уровнем воды. Но их, пожалуй, уже ничем не удивишь. Село Мосты географически самое низкое место в области. В первые дни апреля оно регулярно уходит под воду. Мы стоим, здесь все залит, вся эта дорога была под водой и плавали на катере вон до тех домов. Ситуация нормальная, это у нас считается небольшой поводок, это пока еще начало поводок, так что будем надеяться, что такого не повторится, как в предыдущие два года было. Глава сельского поселения сам дежурит на берегу с пяти утра и до позднего вечера, следит за тем, чтобы не прекращались поставки продуктов. Два поселка полностью оказались отрезанными от мира. Возможные пожары, это возможные роды, смерть и так далее, и так далее, и так далее. Все, что с этим связано. Буквально три дня назад гроб с трупом переправляли на легеньком катере на весу. На следующей неделе синоптики обещают до плюс 20 градусов тепла, а это значит, что в один день мосты могут поплыть. Но еще больше переживают жители многострадального яблонового оврага. Два года назад поселок оказался полностью затоплен. Жители показывают репортеру памятные отметины на доме. Следы того, как сильно поднимался уровень воды. Половина окон, прям вот, ее немного заметно, они вот потемнели. Все, половина окон, крыши торчало. Все собрано. Как у нас это самое было сказано, значит, подготовить документы, чтобы были, там, ну, аптечки какие-то покушать. Все такие дела. У спасателей МЧС своя тревожная карта. В зоне потопления могут оказаться около 60 населенных пунктов в 14 районах области. Вода может дойти до некоторых дачных массивов в Самаре, Грану и Новокуйбышевске. Но спасатели докладывают, пока ситуация в норме. Если какие-то там и будут небольшие потопления, то это потопления, которые случаются каждый год. И по этому поводу там не надо там кричать, что хулиган зрение лишается. Все будет нормально, все будет планово. То есть моя служба к этому готова. Жителям, чьи дома находятся в потенциально опасной зоне, спасатели рекомендуют собрать так называемый тревожный чемоданчик, в который сложить документы, ценные вещи, аптечку с лекарствами первой необходимости. Перенести на вторые этажи или чердаки дорогую электронику, запасы продуктов и по возможности отправить сгостить к родственникам детей, беременных женщин и пенсионеров. И главное, не впадать в панику. Самарцы на этой неделе отличились жаждой творчества. Автомобилисты решили, как в детстве, собраться и порисовать на асфальте. Но пошли они на дело глубокой ночью. Вместо мелков баллоны с краской. Репортер тоже не спал и прокатился по красочным дорогам. Давайте просто действовать в рамках закона, на самом деле. То есть никакого беспредела сегодня делать тоже не будем. Там обрисовали ямочку, крестик поставили рядом с ямочкой, ну или как-то так. То есть никаких там подписей Маши там т-т-т или там Петя т-т-т. То есть такого вот не надо делать, потому что это действительно некрасиво будет. Предупрежден, значит вооружен. Красный, синий, зеленый. В такие цветокреативные самарцы решили раскрасить самые неприглядные ямы на дорогах города. К серьезной проблеме водители подошли со своеобразным юмором. Около 60 автомобильных экипажей оккупировали проезжую часть в нескольких точках Самары и обвели по контуру крупные провалы. Бунт против разрушенных дорог начался за полночь в субботу и закончился ближе к рассвету. Сам я автолюбитель с 12-летним уже стажем. За это время я вот не помню, чтобы у нас в Самаре хоть один год были приличные дороги. Некоторые дороги в нашем городе я уже по памяти объезжаю третий год подряд. Также удивляет ремонт новых дорог. Отремонтируют дороги, но колодец заделывают так, что попало в этот колодец, в итоге пробиваешь колесо, либо гнешь диск. Объединиться самарским водителям помогли форумы и социальные сети. За несколько дней до акции в интернете бросили клич. Хватит калечить машины и свои нервы берем в руки краски. Акция протеста получилась яркая и полезная. Просто вечером сидел, почему такая мысль возникла, посмотрел в интернете, увидел то, что в других городах тоже уже проводилось такое. Ну и решил организовать. Идея художественно оформить красочные самарские ямы получила неожиданно широкий отклик у совершенно разных людей. Но самый большой интерес вызвал все-таки у молодежи. Революционные настроения пустили в мирное русло. И поработали, и отдохнули. И для других водителей польза красочные ямы видно за версту. Ребят, молодцы! Спасибо! И все же участники акции добавляют, что лучшим цветом на дороге был бы цвет новенького, свежеуложенного асфальта. И никаких ям. Бывалые охотники нашли, чем развлечь себя по весне. Взрослые и уважаемые мужчины решили перекрякать уток. Они освоили птичий язык и начали соревноваться друг с другом. Репортер попытался на слух отличить голос настоящих пернатых от искусственных. Охотник с 40-летним стажем с говорящей фамилией Зайцев легко может не только утку или гуся завлечь, но и любую мелодию сыграть. Музыкальные инструменты, они же утиные манки, делает своими руками. Научился выпиливать их еще в советское время, когда они были дефицитным товаром. Теперь к опыту прибавил современные технологии, и его манки крякают не хуже настоящих уток. В интернете есть лаборатория звуковой живой природы. Есть такой там раздел, можно там поискать. Лучше с хорошими охотниками ходить на охоту и учиться именно от живой природы. Потому что даже вот то, что здесь изображают, это для утки, как бы, ну, не совсем явно. Конкурс манков проходил на выставке, посвященной рыбалке. Небывалый фурор. Участие в соревнованиях приняли целых шесть охотников. Перед выступлением судья соревнований познакомил зрителей с технической частью вопроса, а потом перешел к тонкостям утиной психологии. Я оценил исключительно на слух. Движение рук, положение манка в рта, это оно, в принципе, может быть статично и никуда не двигается. Это уже, так скажем, вариации на тему. Оценивается наиболее приближенное качество звучания к реальным принципам. Вы досконально знаете, как уточки реагируют на эти звуки? Да. Отец, в принципе, можешь выйти с сыном. Мои сына будем поздравлять. Артём. Слава, поздравляем, молодец. Семейная династия Захаровых в ожесточенной борьбе, крякая на все лады, вырвала первое место. У них страсть к утиной охоте в крови. От деда она перешла к отцу, а теперь и к внуку, семилетнему Артёму. У меня получалось, конечно, не сразу. Я сначала щеками, а надо было диафрагмой дышать в манок. Лучше всех пацаней, мальчик маленький. У него просто у детей не хватает силы выдува. Техника хорошая. Он через пару лет папу обгонит точно. Ни одна птица во время соревнований паутиным манкам не пострадала. Хотя участники с радостью предпочли бы строгим человеческим судьям пернатых. Впрочем, своё мастерство в реальных условиях охотники начнут оттачивать уже скоро. До открытия весеннего сезона охоты на дичь отстаётся всего две недели. В Самаре обнаружилась новая местная достопримечательность. Живая, тёплая, мохнатая, очень упитанная и виляющая хвостом. Многие СМИ, в том числе и федеральные, говорили на неделе о самарской собаке Найде. От обычной бродяги её отличает огромный вес почти в центнер. Она живёт на рынке возле одного из городских предприятий. Собака по кличке Найда на этом рынке появилась почти 10 лет назад. Тогда щенок просто очаровал торговцев. Как только Найда подросла, она стала защищать продавцов, лаять на агрессивных покупателей. За примерное поведение собаку кормили на убой. И если ещё три года назад она могла бегать, сейчас грозный страш рынка еле встаёт. Продавцы говорят, вес собаки приближается к 100 килограммам. И это ненормально. В торговых рядах обсуждают, что могло вызвать такой быстрый набор массы. В качестве основной версии – гормональный сбой. Но никто не исключает того, что собаку просто перекормили. В любом случае на рынке от Найды никто избавляться не намерен. Она, в свою очередь, продолжает лежать, есть и капризничать. Героям нашего следующего сюжета активности не занимать. Они пляшут, радуются жизни и продолжают бороться, несмотря ни на что. Самарские танцоры за время телепроекта «Большие танцы» успели влюбить в себя всю страну. Оступиться и даже вылететь из шоу. Репортер встретился с участниками танцевального шоу и поговорил с ними о «Больших надеждах» и «Больших падениях». Второй эфир и самый первый батл самарской команды «Больших танцев». В соперниках дерзкие казанские танцоры. Наши готовятся презентовать Самару как столицу космонавтики. Еще не знают, что скоро полет одной из участниц команды прервется. Она рухнет на головы товарищей. Знаешь, что там пошло не так. В общем, девочка призвелилась на жену нашего хореографа. Все очень испугались у всех сразу. Настроение на нуле. В общем, такой вот у нас форс-мажор произошел. За одну непредвиденную ошибку разом поплатилось 100 танцоров. Катя, та, что падала, отделалась легким испугом. Мария, та, которая приняла падение, компрессионным переломом двух шейных позвонков и несколькими неделями лечения. Вся команда местом на большой сцене. Жюри не жарилось. Наши дальше четверть финала не прошли. Мы благодарим команду Самару. Спасибо вам, ребята! Теперь бывшие участники больших танцев отжигают и зажигают по-скромному. В небольшом зале Самарской школы танцев умещается от силы человек 30. Участников проекта тут всего трое. Виталий Улыбаев во главе пляшущей колонны. На больших танцах он тоже был первым на правах хореографа. Кастинг проходил в течение двух дней. Больше 300 участников мне пришлось отсмотреть. На второй день уже рябило перед глазами, потому что огромное количество народу было. Кто-то хорошо танцует, кто-то не очень. Чтобы поставить свой первый большой танец, самарские участники поменяли не одну репетиционную площадку. Школы танцев сменили на театральные подмостки, оттенна спортзалы. Большую московскую сцену уезжали покорясь прямиком отсюда. Уже без сил, но не без энтузиазма. И хотя в первый день шоу выступления не оценивались, самарская команда сумела завоевать симпатию жюри. По сложности хореографии, по синхронности и по какому-то состоянию вот пока вы мне понравились больше всех. Поздравляю вас. Если бы не усталость, роковая случайность у самарских танцоров были бы все шансы пройти в полуфинал телепроекта. Их заметили и отметили еще в первый день большого шоу, когда ни официальное голосование, ни даже судейства запущено не было. Тогда и участники, и жюри на перебой утверждали – жестокий и горящий баттл ждет именно самарских соперников. Это получилось так, потому что у нас было очень много времени на подготовку. Мы все расставили по местам, мы отработали связки, мы все очень клево отработали, плюс мы дали энергетику. На втором эфире у нас в Казани, к сожалению, было очень мало времени на подготовку. У нас всего было шесть дней для того, чтобы выставить три танца. Тогда бойкой самарской сотни времени не хватило, а сейчас хоть отбавляю. Чуть больше недели назад они вернулись домой в Самару, но все равно продолжают танцевать. Если все пойдет по плану, то 50 тысяч зрительских голосов, которые они уже получили, позволят команде вновь покорить Москву. Своим следующим танцем они хотят побороть самих себя и сделать его не хуже победного первого. Знай наших, я вот лично очень переживаю за самарских ребят. На этом у меня все, не скучной рабочей недели. И улыбайтесь побольше, смех все-таки продлевает жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok